Давайте начинать. Коллеги, добрый день. Никита Алексей, компания IBM. Было бы очень рад рассказать сегодня о практических вещах, которые внедрялись с помощью data science, с помощью числовых методов. Сам очень люблю этим заниматься. В ибрине 15 лет с индустриальными заказчиками лет 20, после стали сплавов. Все это время занимался проектами, связанными с цифровыми технологиями. Вы знаете, все прекрасно работает в Powerpoint. Есть ложь, наглая ложь и маркетинг. Поэтому, когда все показывают слайды, на них все отличнее, все замечательно. Соответственно, чаще всего и на своих презентациях я использую те вещи, которые либо видел сам, либо сам тестировал. Следующий пример – это, наверное, флагман компании IBM, компании Woodside Group. Люди, которые действительно много и с чувством инвестируют в IT-технологии. Но мы, к сожалению, не настолько много, я имел ввиду конкретно сейчас, поэтому тут небольшое колдовство с точки зрения, чтобы заработал и звук, и воспроизведение. Значит, на выставке в Вегасе эти ребята стояли из Woodside, мы их поймали, зажали в угол и сказали, так, показывайте. И вот мы действительно сидели и тестировали эту систему. Да, мой Russian English, она не настолько хорошо понимала, настроена была на австралийский, но достаточно быстро мы все-таки в письменном виде сумели поспрашивать, понять, и система работает. Видел, сам проверено. Давайте покажу, как это выглядит. Система заключается в следующем. Оцифровали несколько десятков тысяч инженерных документов, и, соответственно, дальше системы методами, грубо говоря, строили нейронную сетку. Говорили, расскажи мне вот такое-то, не знаю, там давление в трубе, такой-то, такой-то, там-то, там-то. И система выдавала несколько документов. Задача человека была сказать, правильно или неправильно, да или нет. Порядка двух тысяч инженеров в течение полугода обучали данную систему. Ну, мы говорим, что мы настраивали Watson, это вот наша система искусственного интеллекта Watson, чтобы она думала, как инженер. На самом деле, да, заработала. Смысл в том, что, значит, человек подходит к системе и задает ей вопрос. Она называется Willow. И это реально работающая система компании Woodside. Компания занимается бурением в северных морях. И первая фраза — это поздороваться с системой, сказать «Здравствуйте, я такой-то, такой-то, я пришел с таким-то вопросом». Ну, и следующий вопрос, который он мне должен задать, это «Покажи, пожалуйста, максимальный вес геликоптера, который может приземлиться на ту или иную платформу». То есть, расскажи, какой вес может быть максимально использован. Она показывает следующий вопрос, почему ты так думаешь, да? То есть, вот такой вот сикорский вертолет, он может приземлиться, она показывает, видите, вот номера 44%, 34% и так далее. Какой документ в наибольшей степени соответствует тому вопросу, который был задан? Дальше вопрос, а как ты поняла, что я тебя спросил? Дальше прошла раскладка семантического предложения. Вот и «The way» и так далее. Покажи эвиденсы, почему ты считаешь именно таким образом? Дальше она семантически раскладывает латинское слово «Wayter helicopter» и показывает, как она искала те или иные документы, которые здесь участвуют. «Покажи мне такой-то корабль, который находится там-то, там-то». Система, соответственно, открывает систему геолокации и показывает тот или иной корабль, который, ну, вот ее попросили показать. То есть, не только работа с документами, но и работа с геофизическими системами. Более того, следующий вопрос был самый сложный, покажи все открытые счета-фактуры компании «Иднем». Вы не поверите, но найти наши счета-фактуры – это та еще песня, да? И, соответственно, вот один из вопросов, который, опять же, был ей задан, вот не этот вопрос, а следующий, это найти в том реестре документов, которые есть, документы, которые относятся к IBM-овским счетам-фактурам. Система действительно, ну вот, счета-фактуры – это IBM Австралия, да? Да, по-моему, IBM Австралия, которые были не оплачены за тот или иной период. Человек-машинный интерфейс и работа со всей базой документов, которые есть в компании. Я не претендую на истину в последней инстанции, но нас часто спрашивают, господа, а вот какой ваш взгляд на построение IT, индустрии 4.0 и так далее и тому подобное для индустриальной компании? И мы, в принципе, предполагаем четыре больших блока. Все начинается с разработки того или иного продукта, собрать требования и построить цифровой двойник и сделать то, что действительно отражает требования, как этот продукт должен работать. Дальше продукт надо успешно произвести. И вот здесь та самая индустрия 4.0, когнитивное производство – это именно, но я остановлюсь на этом подробнее, именно как внедрить цифровые технологии в конкретное производство. Дальше мы не просто продаем, мы продаем какое-то added value, мы продаем какую-то дополнительную стоимость. Ну, например, BMW, которая заключила с нами партнерство, понятно, что использует цифровые сервисы при работе с заказчиком и, соответственно, дополнительную стоимость, которую они получают от продажи этих цифровых сервисов. Ну и не забываем о промышленной безопасности и экологии. И вот сегодня как раз мне бы хотелось поговорить о когнитивном производстве, индустрии 4.0 и так далее. Опять же, очень много разговоров, что такое индустрия 4.0, как это соотносится с IoT и так далее. Ну, маленький американский стартап-компания IBM, которая отметила 108 лет, дает следующее видение этого вопроса. Internet of Things, то есть это связь, это инструменты, это сбор базовой информации с датчиков в режиме реального времени и базовые рекомендации по тому, что происходит. Перегрев, там, не знаю, превышение давления, тренд какой-то пошел и так далее и тому подобное. Если мы соединим несколько переделов в один, мы получим киберфизическую систему. Ну, например, для металлургического производства, если, соответственно, мы соединяем там доменное производство, прокатный стан, холодный прокат, горячий прокат, холодный прокат, оцинковка – мы получаем киберфизическую систему производства. Если мы сюда добавим логистическую цепочку заказчиков, поставщиков, финансов и т.д., наверное, тогда мы придем к предприятию 4.0. Не видел ни разу. Еще пока. Мы встречаемся со всеми моими коллегами в Европе, в Штатах. Движение есть, но сказать, что кто-то уже дошел до последней строчки, нельзя. Ближе всех пододвинулся автопром. Вы понимаете, у них прибыльность достаточно низка, они работают на огромных объемах, поэтому любую возможность что-то заработать они используют. В связи с этим IBM, как и любая коммерческая компания, акцентируется на том, что возможно продать и продвинуть сейчас, соответственно, киберфизические системы. Давайте покажу пример. Вот опять же мое металлургическое производство. Дальше через IoT-платформу нашу, либо любую другую, собирается информация. И дальше есть SAP, Oracle, Galactica, неважно. Системы, которые работают с базовыми вещами. Закупки, запасы, производства, финансы, кадры и так далее и тому подобное. А вот теперь смотрите, у меня оператор, вот сейчас, которому надо принять решение, как управлять установкой, конкретно сейчас, на настоящий момент. Причем не просто абстрактной установкой где-то, а находящейся вот в конкретном месте. Соответственно, наша задача разработать вот тот самый Cognitive Plant Advisor, советчик оператору, который учтет и энергетическую оптимизацию, и работу производства, и то, что может поломаться та или иная вещь, вопросы безопасности и так далее и тому подобное. И даст с учетом оптимума всех вот этих функций, даст совет, что делать сейчас. Отдельно в сторону стоит очень интересный блок, о котором бы мне хотелось рассказать, это Research and Development. Давайте расскажу о проекте Research and Development, где мы использовали для алюминиевого производства возможности больших данных. Честно говоря, опять же, не поверил бы в этот проект, но в прошлом году я получаю, я отвечаю за Центральную Восточную Европу, я получаю запись о том, что компания, производящая алюминий, выбрала наше решение и купила его. Причем очень, ну, скажем так, некрупная компания, выбрала этот дорогостоящий проект и начала его делать в Словении. Это знак, то, что люди вообще проверяли в течение года, пилотировали и так далее и тому подобное. Принцип в следующем. Когда вы разрабатываете тот или иной сплав, то сначала вы смотрите, какая информация есть, потом проводите какое-то моделирование, симуляцию, потом у вас огромное количество, мне цинка столько добавить, меди столько добавить в таком-то технологическом режиме, в таком, в пятом, десятом. Это гигантское количество дорогостоящих экспериментов. Давайте попробуем проанализировать все, что уже было сделано раньше, провести базовое моделирование и тем самым сузить количество экспериментов до минимума. Что было сделано конкретно? Алюминиевые сплавы, которые характеризуются тем или иными наборами легирующих добавок. Есть порядка 35 тысяч документов патентных, которые описывают состав того или иного сплава. Если нам попробовать и проанализировать эти документы и сказать, что вот такие-то легирующие добавки в таких-то размерах приходят к таким-то физическим характеристикам. И когда мы это сделали, то мы действительно смогли сказать, господа, если вам нужна твердость от 90 до 100 кг на квадратный дюйм, то, соответственно, цинка у вас должно быть вот столько, второго компонента примерно столько, а третьего вообще не важно, где он будет. Тем самым, вот как я говорил, сильно сужается количество дорогостоящих экспериментов, которые надо делать. Проект был сначала запущен для компании Алкоа, успешно проведен. Сейчас, соответственно, внедряется в следующих компаниях. То есть, еще раз, мы анализируем готовую информацию, которая уже есть, используется патентная. 35 тысяч патентов. Это, на самом деле, немало. Парсим эту информацию в правильном режиме, понимаем связи между словами, которые есть внутри этого патента, и в автоматическом режиме даем рекомендации будущему технологу, как ему нужно поступать. Следующий момент, о котором хотел бы рассказать, это как раз тот самый Cognitive Plant Advisor. А как же он выглядит-то, что же это такое, и как оно работает? Компания Гарнер прекрасно говорит, что Cognitive Expert Advisor – это вообще топ. Правда, не будем забывать, что это был 2016 год. Вот пример такого адвайзера, который сделан для компании Алкоа. Это электролизер. И, соответственно, для каждого оборудования, естественно, делается свой. Уникального нет, и понятно, почему, что у каждого физического процесса свой набор параметров, на которые можно и нужно влиять. У меня есть целевая функция в виде общего потребления электроэнергии и выхода металла по току сейчас. Металлурги знают эти параметры. У меня есть порядка 200 электролизеров, для каждого из которых построена своя статистическая модель. Почему? Каждый эксплуатируется по-своему, ремонтируется по-своему. И я говорю, что для электролизера А0,46 целевые функции потребления электроэнергии и выход металла по току оптимальны, когда значения двух базовых параметров, базовое сопротивление содержания алюминия в ТОР-3, вот таковы. Мы не берем все параметры, которые есть в управлении производством. Это невозможно. Мы не технологи. Но помните принцип 80 на 20. 20% параметров определяет 80% результата. Вот эти параметры являются ключевыми для процесса. Мы говорим, что чтобы оптимизировать эти вещи, у вас этот электролизер должен эти параметры держать в таких границах. Соответственно, на 8 часов 8 минут у товарища Джонсона на его айпаде уменьшу вот это на 0,3, увеличу вот это на 0,2. И не забудь, что вероятность анодного эффекта у тебя 78%, длинноземного голодания 37%, электромагнитной волны 28%. А вот здесь вероятность уже высокая. Поэтому пулей сорвался к электролизеру А0,93 и предпринял корректирующее действие. Один год работы — 2 миллиона долларов экономии, которая дается. Это факт. И вот такие вещи мы умеем, знаем и любим, как делать. Именно для промышленного оборудования. Был очень интересный доклад моего коллеги Павла Брука из компании ANSYS. Они работают чуть-чуть по-другому. Цифровые двойники. Они разрабатывают цифровые модели, цифровые двойники на основе мультифизических данных. То есть, грубо говоря, когда проектируется оборудование, берутся данные моделей, которые его описывают. Мы работаем чуть по-другому. Мы берем статистику по работе вот этого оборудования, предположим, за минимум 6 месяцев, лучше 12 и выше. И дальше смотрим, как себя ведет вот эта целевая функция при тех или иных параметрах. И строим статозависимости. На самом деле ничего сверхъестественного. Звучит просто. Задача сделать. Да, наша точность меньше, чем та, которая позволяет делать цифровой двойник. Это абсолютно точно. Но проблема в том... Вот я с 76-го года выпуска. Поверьте мне, оборудование, которое работает на наших заводах зачастую, оно примерно такое же. Для него просто нет этих моделей, которые нужны для построения цифровых двойников. Но были, опять же, случаи, когда просто нет и датчиков-то нужных. Есть, например, аналоговая стрелка. Кстати, очень интересно. Выходили из положения, ставили камеру, которая следила за этой стрелкой и распознавала, куда она двигалась. И передавали информацию обратно. Так, давайте буду двигаться. Хорошо. Еще пример. Вообще, вот мне интересно, а кто-нибудь был когда-нибудь на производственном предприятии, на заводе? Ну, вот таком вот. Слушайте, я очень рад. Кто был, да, может быть, знаете. Когда вы приходите, заходите в склад запчастей. Вот это такой огромный ангар, который идет, куда вообще хватит глаз. Сидит за ним такой злой коптерщик-прапорщик, который выдает с огромным скрипом запчасти. Прибегают, соответственно, начальники цехов, которые заказывают в два раза больше, чем им нужно. Понятно, что им дадут в два раза меньше, а иногда не дадут. Ну и вот, когда смотришь на этот склад, понимаешь, какое дикое количество денег в данный момент омертвлено и лежит на скна в предприятии без движений. Что мы делаем? IBM тоже достаточно простая. Стратегическая компания. Мы смотрим, куда движется рынок. Мы выбираем лидера на этом решении, и мы его покупаем. Соответственно, в июле мы купили компанию Anikva. Моя фамилия Anikin, компания Anikva. Я очень смеялся по этому поводу с ребятами. Те, кто внедрял ERP-систему, знают, что количество наименований запчастей при внедрении SAP, Oracle, 1S, неважно, да оно измеряется сотнями тысяч. Физически обработать минимально максимальное значение для этого количества позиций невозможно. Ну, максимум у вас две минуты в год будет, чтобы проанализировать эти позиции. Что мы делаем? Мы берем данные по движению, по складам, по потреблению, по содержанию критичного оборудования, какие запчасти к нему соотносятся. Анализируем, применяем методы оптимизации и говорим. Вот это данные с практического примера. Начальный склад 47 миллионов долларов. Мы говорим, ребята, до закупитель на миллион, потому что для критичного оборудования вам не хватает склада запчастей вот таких и вот здесь. И вот примеры почему. Вот эти вот 4,7, нафига вы их столько закупили, они вам не нужны в таком количестве. Вот эти вот 3,9 вообще не нужно было покупать, потому что оборудование, а, не критичное, б, ломается редко, ц, оно закупается в течение, там, дня. У него срок доставки минимален. Нафига вы держите на складе 3,9 на 3,9 миллиона долларов запчастей. Да, и 5 лет у вас без движения лежат на 13 мультов. Может, все-таки имеет смысл посмотреть? Вот это было первичное снижение за полгода. Вот это за год. Смотрите, за год 47 миллионов долларов, 25 миллионов долларов. Нормально? Вот просто как мы чаним. Проект внедряется 3-6 месяцев. Я показал референсы для химии, металлургии и добывающей компании. Естественно, вопрос, а в России есть? Есть для золота добывающая компания. Внедрена вот эта система. Не буду говорить, какой, не имею права. Но, как бы, причем люди ее сами нашли в Америке, провели тесты, пилотирование, купили и довольны их, собственно говоря, результатом. То есть, понимаете, вот просто-просто, понятно-понятно. Результат налицо. Давайте посмотрим другой пример. Соответственно, производитель автомобилей в Чехословакии, ну, Чехии. Но у них и в Чехии, и в Словакии есть производство, поэтому... Соответственно, мы предсказывали отказы, и мы могли предсказать 34% типов отказов, не по количеству, а по наименованию, и где-то за два и более часа. Вопрос, а почему не 100%, а почему не за 8 часов и так далее. Мы проанализировали эти вещи и рассказали, значит, владельцам, господа, основные вещи, данные не полны, данные не точны, данные не интегрированы. Что делать? Соответственно, дальше мы проводили работу по анализу, верификации данных. Я в конце покажу результат, который мы достигли, и мы рассказываем заказчику, что же делать. Важные вещи, о которых я говорил, это промбезопасность, классическая строительная площадка. Но если сюда придет Ростехнадзор, то без штрафов не обойдется. Понятно, что банальные вещи по машинному зрению вот это отслеживают мгновенно. Я не буду говорить о том, что система машинного зрения полностью решает эту проблему, потому что, ну, я сам внедрял и пробовал, мы делали пилоты для промышленных компаний, в цеху пыль, плохое освещение и так далее, не всегда видно лицо, и распознать человека сложно. В этом случае мы предполагаем, значит, датчики, измерительные приборы, которые отслеживают, упал человек или не упал, какая температура, где он находится. Если он в горячем цеху, например, мы делали пример для американской компании Blue Steel, если он находится в горячем цеху больше 40 минут, соответственно, менеджеру и ему идет уведомление, что вы провели уже больше 40 минут в горячем цеху, отдохните. Вот эти вещи работают. Очень интересный пример при внедрении компании DHL. При внедрении компании DHL, когда вот эту штуку внедрили, и людям показали, что Родина слышит, Родина знает, производительность выросла на 20%. Первый эффект, который мы заметили, был не промышленная безопасность, а то, что когда мы взяли, где люди находятся и где они должны находиться, исходя из той задачи, что им поставлено, 40% времени они были не там, где они должны были быть. Но это был самый первый и самый ожидаемый эффект, который получается. И естественно, да, вот можно огромное количество задач, внутренний регламент о движении, крупногабаритный транспорт, не там едет и скопление людей и так далее, и так далее. Это то, что мы делаем для задачи, связанных с машинным зрением. Ну, наверное, этот вопрос вы знаете. Можно определить, например, опять же, у нас есть система соответствующая, идет драка, либо не драка. Но в одном случае мы не можем этого сделать. Наверное, вы знаете ответ, да? То есть, вот один случай, когда не может система машинного зрения распознать, драка это или не драка. Он знает ответ? Танцы. Вот танцы, к сожалению, мы не смогли сделать. Но вернусь вот к этой вещи. Несмотря на все то, что мы говорим, что все замечательно, большие данные, все отлично, как я говорил, приходишь на предприятие, установка 76-го года выпуска, данных, датчиков не хватает. Связь, ну, если это крайний север, если это, ну, золото добычи, там, или добыча нефти, ну, нет там связи со спутником и так далее. Поэтому СААСовские решения внедрять тяжело. В режиме реального времени базовые рекомендации по процессам сидит Петрович, который работал на этом заводе 40 лет, который по взгляду определяет температуру, значит, горячекатанного листа, говорит, что-то ко мне пришел тут со своей системой, я сам все лучше всего знаю. Если нет поддержки менеджмента, причем технического менеджмента и топ-менеджмента, очень велики шансы на провал. Ну, и, соответственно, по шагам. Сначала вот эти вещи, затем вот эти вещи, уже только потом переходите сюда. Помните, да, вот я говорил, Гаркеровский цикл, вот когнитивные советчики, 16-й год. 17-й год, как-то все стало гораздо печальнее. Если кто-то смотрел данные по 18-му году, оно уже где-то вот здесь. То есть, понимаете, вот этот закон не обойти, пока не изменились вот эти вот вещи, датчики измерения, культура ведения, культура ведения проектов бессмысленна. И помните, я вам рассказывал пример по автопроизводителю, которому мы сделали вот такую матрицу, она мне очень нравится. Early Adopters — начальная стадия, средняя стадия, развитая, продвинутая. Вот в продвинутой уже это интегрированный процесс, предъективный, прескриптивный, я бы даже сказал, управление ремонтами. Здесь же и блокчейн и так далее и тому подобное. Вот идти в блокчейн до того момента, пока вы не интегрировали источники данных, не построили правильные модели машинного обучения. Давайте я так скажу, шанс провала велик. То есть желательно идти все-таки по шагам. Чтобы вот это сделать, надо интегрировать источники данных, улучшить качество данных и так далее и тому подобное. Но если у вас журнал оператора, где там вибрацию пишет, не знаю, техник раз в день, ну о каких больших данных мы говорим. Поэтому соотносите вот эти слова по поводу диджитализации, там, industry for dot zero с реальным фактом того, что есть у вас на заводах. Может быть, последний пример, но как могут помочь эти примеры, эти вещи? Часто бывает, что мы строим модель вот типа электролизера, когда мы строили для флот-флота машины, там, для станок горячей прокатки и так далее. Когда мы построили мат-модель, мы можем очень четко показать заказчику, где конкретно не хватает того или иного датчика, который критичен для этого процесса. То есть не надо обвешивать датчиками все на свете. Вот мы с вами разговаривали, что, например, нужен потоковый анализатор содержания золота во входящей пульпе. Он дорогой. Но мы показываем, что, смотрите, когда есть вот этот анализатор, вот какой экономический эффект на основе мат-статистики мы можем просчитать. И спорить с этим сложно. Ну, опять же, да, IBM может помочь с точки зрения работы с данными. Это, собственно говоря, наша основная работа. Мы не занимаемся датчиками, мы не занимаемся физикой процессов, но мы занимаемся работой с данными. То есть мы помогаем их вычистить, распознать и показать те, скажем так, несоответствия для последующего внедрения системы индустрии 4.0. Адреса, пароль и явки. Буду очень рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, я здесь. Скажите, пожалуйста, какие математические модели реально используются? Какие модели успешны? Знаете, моделей... Нет, нет, я понимаю, моделей много, но, скажем так, вы же, наверное, не хуже меня знаете, что большинство моделей, они работают как черный ящик. И объяснить технологу в дальнейшем, что вот эта модель сработала вот так-то, а вот эта вот так-то тяжело. Поэтому лучше всего с точки зрения обоснования результата я люблю использовать decision trees, то есть деревья решений. Они понятные. Вот я показываю, господа, вот при этих значениях, в этих-то границах вероятность того, что у вас произойдет такое-то событие, вот такое. Почему? Вот. Decision trees. И еще раз, может быть не всегда лучшее, но наиболее наглядное. Оставляю координаты. Если будут вопросы, буду очень рад ответить. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok